В Астане завершились пятые международные игры кочевников. В течение недели казахстанцы наблюдались за яркими спортивными баталиями, интересными встречами и выставками. По итогам игр Казахстан стал безусловным лидером в медальном зачете. Наши атлеты завоевали так много наград, что даже эксперты не могли спрогнозировать такие результаты. Но не обошлось и без судейских скандалов и спорных моментов. Главным образом в Кокпаре о том, как прошла эта неделя, расскажет Мурат Жакеев. Игры кочевников войдут в историю как самое массовое и зрелищное событие. По течение недели Астана стала не только центром кочевой цивилизации, но и притяжением культур, порой и так похожих, но с другой стороны разных. Впервые на играх Казахстан принимает гостей из 89 стран мира. В состязаниях участвовали представители всех континентов, от далека Австралии, Африки до стран Азии и даже Северной и Южной Америки. Таким образом, организаторы решили разнообразить географию участников и еще больше познакомить туристов с миром загадочной культуры тюркских кочевников. Внушительный количественный состав участников в дисциплинах соревновались больше двух с половиной тысяч спортсменов. Заключительные состязания атлетов, а следом и закрытие игр. Спортивная неделя пролетела стремительно и быстро, что, пожалуй, запомнится для многих в Казахстане как одно из главных спортивных событий этого года. Интерес к играм проявили сотни туристов, а созданные с нуля буквально по кирпичикам. Этнаул стал эпицентром кочевых традиций и гостеприимства. Здесь гости могли погрузиться в уникальный мир и на время забыть о городской суете. Мне кажется, что атмосфера удалась, праздник удался, и это очень мощная реклама для Казахстана, потому что иностранцы, которые приехали, они смогли увидеть Казахстан своими глазами. И благодаря играм кочевников у нас есть возможность разрушить стереотип, что Казахстан – это степь, юрты и чабаны. Казахстан – это современная прогрессивная страна с современными, красивыми, модными людьми, очень талантливыми. Всемирные игры кочевников – не только спортивное, но и не менее яркое культурное событие. Наша страна в медальном зачете оставила позади другие страны, причем с явным отрывом и практически с первых дней. В копилке Казахстана 114 наград, среди них 43 золотых, 34 серебряных и 37 бронзовых медалей. А вот первое золото Олимпиады кочевников принесла Айшан Джулкбаева. Хазаша Куресов надолел спортсменку из Кыргызстана. Впрочем, это не единственная победа наших борцов. В общую копилку героя Татами принесли 12 медалей высшей пробы. Вот когда говорят, вот выиграй тот, это неправильно. В спорте говорят, всегда скажут, ковер покажут, ринг покажут. Поэтому всякие бывают в этой жизни. Бывают олимпийские чемпионы проигрывают. Не обошлось на играх и без скандалов, и спорных моментов. Сборная Казахстана по Купару накануне совершила сенсационный камбэк, проигрывая по ходу игры на два очка. Наша дружина не только переломила исход встречи, но и держала волевую победу. Золотой гол в дополнительное время оформил капитан сборной Курманбек Турганбек. Однако такой ход событий вызвал крайнее недовольство не только у соперников, но и кыргызских болельщиков. Церемония награждения спортсменов из Кыргызстана в знак протеста не стали выходить на подиум для всеобщего фотографирования, а также сняли медали сразу же после их вручения и поспешно покинули поле. Что касается самого удара, то есть мы говорим так, есть судейская коллегия, где было принято решение наказать двухминутным штрафом, и данное наказание игрок получил, и соответственно, дальнейшие уже эти моменты были решены судейской коллегией. То есть это нарушение? Конечно. Как заявляет Федерация Кокпара, результат вчерашней встречи оспариваться не будет. Вопрос решен окончательно. Сборная Казахстана завоевала золото игр честно. Между тем, следующие Олимпийские игры кочевников пройдут в Кыргызстане у хозяев предстоящего турнира из два года, чтобы отыграться за досадный проигрыш в Астане. Мураджаке и Ферлан Сарманов, Атамикен Бизнес.